Всем привет! К настоящему моменту у нас есть мини сайт на экспрессе со своей авторизацией на MongoDB и с чатом, который построен на Socket.io и позволяет различным посетителям обмениваться сообщениями. Но при этом все сообщения являются анонимными. В этом выпуске мы добавим к чату авторизацию, то есть будет видно кто и что написал. К счастью, делать это достаточно просто, необходимо лишь понимать, как это все работает и что конкретно мы хотим получить. Взглянем на код. В нем легко видно, что есть две части приложения. Первая это экспресс, который работает на middleware и при помощи роутов обрабатывает http запросы. Вторая часть это Socket.io. Socket.io у нас реализован вот этим модулем. Он получает сервер и вешает на него свои обработчики. И про экспресс Socket.io ровным счетом ничего не знает. Это два параллельных мира. Соответственно, если запрос приходит через Socket.io, то он понятия не имеет о том, как он обрабатывался в экспрессе, какой это посетитель, какая у него сессия и так далее. Для того, чтобы эта информация у Socket.io была, ее необходимо ему в явном виде передать. Как это сделать? Давайте вспомним, как вообще осуществляется авторизация. Есть протокол http или, скажем, https, неважно. И браузер говорит серверу. Пожалуйста, я тут хочу войти. Вот мой логин, пароль. Пожалуйста, сервер проверь их. И если все хорошо, дай мне доступ. Сервер думает. И в ответ браузеру отдает, если конечно все в порядке. Session ID. Идентификатор сессии, который браузер запоминает в cookie. В экспресс он обычно подписан, как мы видели. Ну, да это не так важно. Соответственно, при следующих запросах, браузер будет обращаться к серверу, используя Session ID. Сервер, получив этот идентификатор, обращается к хранилищу, загружает сессию. В сессии содержится информация о посетителе. И все, сервер знает, ага, пришел Вася. Ну, а что происходит, если у нас в Socket.io? В Socket.io используется протокол WebSocket. Возможно, тоже секьюрный. Соответственно, так как это другой протокол, то при запросе даже на тот же URL, кука вот эта передана не будет. Потому что есть такое понятие, как Same Origin Policy, и если сделается запрос к другому домену, или другому порту, или к другому протоколу, то куки не передаются. Ну, это стандартная защита, такая браузерная. Соответственно, получается, что сколько бы мы долго не работали с экспрессом, если кука есть на HTTP, то по WebSocket, при прокручении через Socket.io, она передана не будет. Что делать? Из ситуации есть несколько выходов. Самый простой, это просто отказаться от WebSocket. То есть использовать HTTP протокол, LongPoling, и все будет хорошо. Ну, допустим, мы все-таки хотим остаться на WebSocket.io. Следующий вариант, это взять и исправить вот эту вот куку с Session ID. В конфиге сделать для нее HTTP only false. Теперь эта кука станет доступна из JavaScript. И таким образом клиент с KGS, используя document.cookie, сможет ее получить и переслать по WebSocket просто дополнительным пакетом данных при подключении. Соответственно, это будет работать. Но этот вариант не очень хорош с точки зрения защиты, потому что Session ID теперь становится доступен всем. Если у нас где-нибудь хакер XSS внедрит, он получит Session ID. Не идеально. Что ж, есть еще и третий вариант. Вместо того, чтобы делать Session ID доступным JavaScript, мы делаем так. Браузер, когда хочет подключиться по WebSocket, делает запрос к серверу. Это будет обычный HTTP и Jack запрос, поэтому будет передан Session ID, и браузер в нем скажет, что он хочет подключиться к WebSocket, и запросит у сервера специальный одноразовый WebSocket ключ. Сервер сгенерирует и сохранит в базе данных специальный временный идентификатор. Этот идентификатор будет достаточно длинным, чтобы быть уникальным, чтобы его сложно было угадать, и он будет привязан к этому Session ID. То есть, условно говоря, в базе сохранится вот такой вот объект. И у него будет некоторый срок годности. Например, 60 секунд. Дальше браузер получает этот самый ключ, и следующим этапом он делает WebSocket соединение. И в этом WebSocket соединении при установке, он этот ключ на сервер передает. Соответственно, сервер получает этот ключ, может залезть в базу данных и увидеть, ага, у меня есть такой ключ, вот такая сессия. Значит, это ВАЗ устанавливает WebSocket. После этого он эту запись из базы данных удаляет. Такой подход более безопасен, поскольку идентификатор сессии остается закрытым, а клиенту передается вот такой временный ключ для WebSocket соединения. С другой стороны, конечно, здесь есть все равно некоторые возможности для взлома, потому что все равно эти данные проходят через JavaScript, но просто эти возможности несколько меньше. Каким вариантом из перечисленных будете пользоваться вы, зависит от вас, от вашего приложения, от ваших требований к безопасности. Так как здесь мы используем Socket.io, то мы будем использовать встроенный вариант решения этой задачи, который примерно соответствует вот этой вот последней, самой безопасной схеме. То есть я возьму в конфиг JSON, верну HTTP Only True, и дальше запущу это приложение, чтобы мы могли увидеть, что именно делает Socket.io. Запускаю, открываю в браузере, перезагружаю страницу, и во вкладке Network, вот что делает Socket.io. Это я загружаю обычные JavaScript, а вот этот запрос отправляется, когда я делаю IO.Connect. То есть вот здесь вот, я отпускаю IO.Connect, и первым делом Socket.io делает обычный EJAX-овый HTTP запрос. Вот на такой URL, как вы видите. Этот HTTP запрос, само собой, передает на сервер, в частности, куки. Видите, кука осталась HTTP Only, она передается на сервер. И в ответ, сервер передает всякие настроечки для транспортов, и, конечно же, ключик. Вот он, этот WebSocket ключ. Теперь, когда клиентский код его получил, он делает следующий запрос уже на WebSocket. И на WebSocket он делает, видите, используя такую вот прибавку к URL. То есть, таким образом, серверная часть Socket.io узнает, ага, вот у нас этот идентификатор, а куки для него мужа получили. Вот здесь. Давайте посмотрим, как эти куки будут доступны из нашего Socket.io кода. Для этого есть специальный объект socket.handshake. Перезапускаю. Захожу. А, у меня автоматически перерасоединение, поэтому даже в браузер переходить не обязательно. Вот. Видите, headers? И здесь находится наша кука. В Socket.handshake как раз хранятся эти данные, которые использованы при изначальном соединении. Я могу в любой момент их получить. Следующим этапом мы откроем Socket.authorization. Вот документация. Страница по тому, как осуществляется авторизация с использованием Socket.io. Здесь есть специальная такая настройка, которую мы чуть раньше пропустили. Вот она. IOSet.authorization. Здесь я могу установить функцию, которая сработает при соединении. Она получит данные, которые мы видели чуть раньше, включая куки. Эта функция может залить в базу данных, загрузить сессию, и затем она должна вызвать callback. В этом callback она указывает либо true, если все хорошо, либо false, если в авторизацию следует отказать. Соответственно, этот обработчик сработает до обработчика connection, и если здесь в callback вернуть false, то никакого connection не будет. Такой вот встроенный механизм авторизации для Socket.io. В этом обработчике мы должны загрузить сессию, используя seed из handshake cookie, и проверить, кто к нам пришел. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится Storage для сессии. Вот здесь вот, когда мы объявляли Express Session, мы объявили Store. Это объект, который умеет загружать сессию, сохранять ее и так далее. Чтобы к этому объекту иметь доступ из Socket.io, нам необходимо как-то его передать. Ну как? Самый простой способ в данном случае, это выделить его в отдельный модуль. То есть я создам модуль SessionStore.js и перенесу вот это вот в него. И здесь вот его использую. Итак, все готово, можно осуществлять авторизацию. Здесь я вставил уже готовый код, который, во-первых, получает сессию с базы, во-вторых, загружает юзера и дальше, собственно, говорит о том, как прошла авторизация. Более подробно, что тут делается. Мы получили строку с куками. Эту строку нужно разобрать в объект с куками. Для этого я использую модуль cookie, вот я вот так вот должен поставить. И после этого я имею объект с куками. Должен получить куку с идентификатором сессии. Вот так я это делаю. Теперь у меня есть идентификатор сессии, но на текущий момент он подписан. То есть выглядит так, s двоеточие, тут какое-то значение, тут какая-то подпись. Эта подпись необходимо снять. Подпись была сделана экспрессом, экспресс же оставил куку. Поэтому для ее снятия я тоже использую метод экспресса. А точнее метод connect. Connect, как мы помним, фреймворк, который внутри экспресс используется. Здесь, чтобы напрямую обратиться к его методу, я ставлю его сюда же. Вот так вот, implement install connect. Метод connectUtilSparseSignedCookie снимет подпись. И вот так я получаю очищенный идентификатор сессии. Если подпись была кривая, то тут будет false. Далее я вызываю метод loadSession, который загружает сессию, используя sessionStore. LoadSession это всего лишь обертка вокруг встроенного метода sessionStore.load. Зачем эта обертка нужна? Да просто потому, что мы как хотим. Ну, по идее, допустим, если сессия есть, то loadSession должна вызвать так. Callback, null и объект сессии. Если сессии нету, то должно быть так. Null и, извините, сессии нету. Ну, если ошибка, то должно быть так вот. Это стандартное соглашение о вызовах callback в библиотеке Async. А вот sessionStore.load его немножко нарушает. То есть, если сессия есть, то он вызовет callback вот этот вот, вот так вот. Если ошибка, то он вызовет callback вот так вот. А вот если сессии нету, то этот метод вызовет callback просто так. Вообще без аргументов. А на самом деле правильно было бы вот так вот. Это нужно для того, чтобы удобно было передавать управление дальше через waterfall. Ведь Async смотрится, сколькими аргументами был вызван callback. Поэтому мы просто трансформируем вот такой вот вызов без аргументов вот в такой. То есть, осуществляем адаптацию такого кривого вызова callback, который есть в sessionStore.load, к реалиям библиотеки Async. Теперь у нас callback вызывается как надо. Я могу передать управление дальше вот сюда вот. Видите, load session получает callback Async и передает сюда. Соответственно, если сессия есть, она будет здесь. Если сессии нет, то здесь будет null. Если была ошибка, то управление перейдет в конец. Если сессии нет, то мы генерируем ошибку, поскольку при подключении по socket.io какая-то сессия должна быть. Дальше мы загружаем пользователя. Как мы помним, ID пользователя хранится у сессии в свойстве user, которое вот здесь мы используем. Если user нету, тогда load user возвращает дальше null. Если user есть, возвращает user. Ну, все как обычно. Соответственно, в конце, если юзера нету, то мы тоже возвращаем ошибку. То есть socket.io может здесь попасть только юзер, у которого есть сессия, авторизованный. В вашем приложении, если оно будет другое, то вы можете несколько ослабить здесь требования. Вы можете только получить сессию, а юзера, например, вовсе не загружать, если он не нужен. Здесь я загружаю сессию, загружаю юзера. И сессию юзера я записываю в объект handshake. Этот объект будет доступен далее, когда мы будем обрабатывать уже соединения в событии connection. Соответственно, вот мы прошли это, прошли вот это. И в конце мы смотрим. Если ошибки не было, то авторизация произведена успешно. Если ошибка была, и это ошибка, которую мы сами сделали, тогда мы просто сообщаем, что, увы, авторизация не прошла. Ну и наконец, если это непонятная ошибка, то передаем ее дальше callback, и socket.io с ней как-то разберется. Залогируется стандартным логгером. Соединение в этом случае, конечно же, не произойдет. Итак, в итоге, у нас есть authorization callback, который обрабатывает авторизацию. И теперь, при соединении, мы можем получить из socket handshake юзера имя того, кто подключился, и вообще любые его данные. Можем тут же всем сказать, что пришел Вася. Можем, когда Вася уйдет, тут же всем сказать, что Вася ушел. И, наконец, вместе с сообщением, мы теперь будем отправлять не только текст, но и юзера, который его отправил. Для того, чтобы это нормально работало, необходимо немного обновить клиентскую часть. К счастью, делается это весьма просто. Достаточно добавить дополнительный аргумент к message, и дополнительные события leave и join. И, соответственно, печать теперь будет осуществляться специальными функциями printMessage и printStatus. Вот они в конце. Давайте посмотрим, что мы получили, как это выглядит. Я открыл два браузера. В первом из них входим вот так вот, во втором входим вот так вот. Привет. Да, я тут. Видите, вот наше сообщение. А вот сообщение другого юзера. Давайте теперь закрою один из браузеров. Вот сообщение. Итак, у нас получился чат, который умеет работать с юзерами экспресса. Вот юзер. А в handshake session находится сессия. Следующая тонкость заключается в том, что человек может зайти на сайт, перейти в чат на одной странице. И перейти, скажем, какую-то другую страницу, вот в дополнительной вкладке. Соответственно, здесь он что-то делает. А что если он в другой вкладке нажал выйти? Раз. Человек вышел из сайта, он теперь не авторизован. Но при этом он все еще находится в чате. И другие посетители продолжат его видеть в этом чате. Как-то это неправильно. Чтобы это изменить, необходимо предусмотреть какой-то способ обновления сессии. Потому что сейчас сессия считывается один раз при авторизации. Мы получаем ее из базы и сохраняем вот так вот в handshake session. Соответственно, в будущем, если сессия в базе меняется, или, например, вообще из базы удаляется, то handshake session остается в живых и хранит в себе старую, устаревшую копию объекта session. Что делать? Давайте будет специальное событие, которое говорит о том, что сессия поменялась, и сокет.io будет на него реагировать. Реализовать это можно по-разному. Представим, что где-то на сайте посетитель произвел действие, и сессия изменилась. Например, logout.js. Вот здесь. Logout. Сессию нужно уничтожить. И нужно сказать об этом, сокет.io. Как передать эту информацию? Как вообще найти соответствующий сокет, который держит эту сессию? Один из вариантов решения, это сгенерировать событие, такое, что сокет.io глобально его поймает. ioSocketsOnSessionReload. Я здесь могу поставить свой обработчик с любым именем. Он будет получать session id идентификатор. И здесь он будет искать сессию с данным id и обновлять ее. При этом, конечно же, если у нас происходит logout, то сессия будет уничтожена, и код перезагрузки должен нормально обрабатывать эту ситуацию. В этом случае клиента нужно выбивать из чата, закрывая соединение, потому что он больше не авторизован. Как технически сгенерировать такое вот событие? Для этого есть специальный метод.ioSocketsEmit с долларом. Что значит доллар? Вообще есть такой emit. Он позволяет сгенерировать событие, которое придет клиентам всем. То есть если я сделаю вот так, например, месседж. Здесь Вася. Один, два, три. То всем клиентам придет сообщение от Вася с таким текстом. То есть вот такой emit, в отличии от бродкаста, посылает сообщение не всем посетителям, кроме текущего, а вообще всем, которые есть. Но нам нужно посылать сообщение не посетителям. Нам нужно сгенерировать событие на самом объекте iosockets, чтобы вот этот обработчик среагировал. А клиент нам в данном случае совсем не нужен. Поэтому мы используем метод с долларом, который генерирует серверное событие, как обычный eventometer. Берем этот вызов и переносим его в logout. После того, как сессия разрушена, вызовется обработчик. И мы должны будем всем разослать сообщение, что, извините, session reload нужно. Здесь айдишник сессии. Какой у нее айдишник? seedreg session id. Я копирую его здесь в переменную и помещу сюда, потому что если я здесь обращусь к reg session id, то у меня ничего не выйдет. После того, как сессия уничтожена, код внутренней экспресса заботится о том, чтобы мы к reg session id уже не могли обратиться. То есть вот так вот работать не будет. Нужно вот именно так. Заранее скопировать. Дальше. Такой код тоже пока не рабочий, потому что у нас нет I.O. Мы получили сессию, мы хотим сгенерировать событие, но где же объект I.O. Напомню, что I.O. это глобальный объект, который возникает вот здесь. То есть I.O. это объект, который возвращает данный модуль. Здесь мы его можем получить. И как его теперь передать вот сюда? Какие могут быть варианты? Ну, можно, например, попробовать вынести переменную I.O. в отдельный модуль. И здесь его прорекварить. С другой стороны этот вариант сейчас не очень удобен, потому что I.O. это не просто модуль, это такая фабрика, которая получает сервер. Соответственно, сервер тоже нужно куда-то выносить. Все это, конечно, можно сделать. Но мы здесь для разнообразия используем другой способ. А именно app set I.O. I.O. Можно сделать некоторое значение глобальным на уровне всего nodes.js, то есть организовать такую глобальную переменную I.O. через модуль. Либо можно сделать некоторое значение глобальным на уровне application, записав его таким образом. И дальше это app очень легко достать. I.O. rack app get I.O. Теперь у меня все готово. Перенаправление посетителей я тоже сюда вот помещу. Итак, у нас есть код, который при логауте будет вызывать session reload. Я, конечно, могу специально сделать событие session destroy, но в нем нет особой необходимости, потому что событие reload обязано корректно реагировать на то, что сессии нет. То есть destroy это будет такой урезанный reload. Если мы захотим, мы потом легко его напишем. Также обратим внимание, что при удалении сессии возможна ошибка. По-хорошему надо бы ее обработать, хотя бы залогировать. Я предлагаю вам поставить screencast на паузу и предложить свой код, который это сделает. Поставили, подумали. Окей, теперь правильный вариант. Во всяком случае один из вариантов. Здесь next. И здесь if r return next r. И теперь сдвигаем этот код на строчку ниже, чтобы даже если ошибка произошла, все равно session reload вызвалась. Хуже от этого не будет. Мало ли что случилось. Давайте сессия все равно будет перезагружаться. Окей, отлично. С логаутом в первом приближении покончили. Давайте теперь вернемся к сокетам. Событие мы сгенерировали, теперь надо его обработать. Нужно найти тот сокет, конкретный, который держит эту сессию. И сказать ему ее перезагрузить. Для этого я получу вообще все сокеты. Для этого есть такой вот метод. Sockets.clients. И дальше пройдусь по ним в forEach. Client. Для каждого клиента я проверю, если его сессия не совпадает с той, которую я обрабатываю, тогда этот клиент меня не интересует. А иначе я воспользуюсь методом loadSession, который описан здесь выше. Я его вызову и попрошу перезагрузить эту же сессию. loadSession. Вот. Для краткости я вставил заранее заготовленный фрагмент кода, который вызывает loadSession. И дальше смотря, что произошло. И если произошла ошибка, то мы говорим клиенту, извини, у нас проблема. И клиента отсоединяем на всякий случай. Если же сессия не найдена, тогда мы клиенту говорим, ты больше не авторизован, и тоже отсоединяем. Ну а если сессия есть, тогда отлично, у нас новая сессия, я записываю ее в Handshake Session. Тут же можно перезагрузить юзера, если это необходимо. Точно логика того, что и как перезагружается, зависит от конкретного приложения. Давайте посмотрим вообще как это работает. Запускаю. Перехожу в браузер. Я зашел в сайт. И теперь я в чате. Чат работает. Возьму-ка я, открою страничку в новом окне. И здесь сделаю выйти. Оп. Ну что ж, похоже я вышел. Все это было очень быстро. И как легко видеть, меня автоматически выбило из чата. И все, я более не авторизован. Соответственно, здесь все хорошо. Единственное, тут какие-то странные сообщения. Вы вышли из сайта, потеряно, опять вы вышли из сайта. Хорошо бы поменять эту реакцию на более адекватную. Сделать это достаточно легко, если вместо генерации события Error генерируют, например, событие Logout. Вот я сделаю так, Logout. И я могу здесь его обрабатывать каким-то особым образом. On, Logout. Например, вот так. Обратим внимание, я именно перенаправляю человека на корневую страницу. Это из соображений безопасности. Я не вывожу сообщения, я не оставляю текущую историю чата на экране, поскольку человек вышел, а история чата это все-таки для авторизованных посетителей. После того, как посетитель вышел, посторонние его историю увидеть не должны. Так что я вот так вот перенаправляю его. До свидания. Запускаю. И проверяю, как оно работает. Теперь вхожу. Чат работает. И теперь я в другом окошке. Выйти. О. Отлично. Все отработало. Авторизацию можно считать условно завершенной. Почему условно? Да потому, что в принципе тут можно навернуть много чего еще. Например, можно контролировать, чтобы посетитель мог под своим именем войти только один раз, чтобы не было дублирующихся имен посетителей в чате. Сейчас такого контроля нет. Его очень легко добавить либо при авторизации, либо здесь при соединении. Также может быть удобно вынести часть этого кода в отдельные модули. В частности, вынести вот этот код, который работает с авторизованным соединением. Сделать какой-то роутинг, который будет более по-умному работать с событиями. Как правило, этот роутинг будет интегрирован с Frontend частью. На ней вы наверное захотите использовать какую-то специализированную библиотеку. Скажем, если вы используете Backbone.js, то можно воспользоваться Backbone.ioBind. Backbone.ioBind переопределяет механизм синхронизации Бэкбона встроенный, так что он начинает использовать Socket.io. При этом, если мы на клиенте вызовем Бэкбоновский метод, который будет создавать некоторую сущность, например пост, то Бэкбон отправит на сервер вот такое вот сообщение. Create. Или. Удалить. Или обновить. Прочитать. То есть вот такие события уже встроены, готовы, можно делать и свои тоже. Ну а на сервере можно автоматизировать обработку таких типовых сообщений для работы с моделями. То есть проверять права, если они есть, то создавать, удалять модель, обновлять модель и так далее. Этот чат можно еще долго наворачивать, добавлять в него одно, другое, третье, но лучше вы будете делать это с теми приложениями, которые вам действительно нужны. Спасибо за просмотр. Желаю вам успешной разработки. Вдержка. Продолжение в третьей части работы. С Listen. Растил.